Ровно недели остается до старта с мыса Канаврол платируемого корабля Crew Dragon, на котором впервые за 9 лет американский астронавт отправится на МКС без помощи российского космического агентства. Уже сегодня во Флориду прибывает экипаж корабля, который готовится к полету в условиях строжайшего карантина. Если все пойдет по плану, 27 мая зрители нашего канала смогут увидеть старт в прямом эфире, еще и с синхронным русским переводом. О подготовке к исторической миссии Олесь Кругляков. 29 мая 2014 года глава компании SpaceX Илон Маск продемонстрировал публике пассажирский прототип своего космического корабля Dragon. Позвольте мне представить вторую версию корабля Dragon. Он спроектирован с расчетом на быстрое и многократное использование. Вам нужно просто дозаправить его и лететь снова. Заманчивая перспектива получить взамен громоздкого Space Shuttle, недорогую и выносливую рабочую лошадку, да к тому же собранную чужими руками, заинтересовало агентство НАСА, которое подписало с коммерческой компанией Маска контракт на доставку астронавтов на орбиту. Потом дело, правда, затормозилось. В силу разнообразных технических проблем, исторический старт пришлось откладывать снова и снова и снова. Пока, наконец, в марте 2019-го SpaceX не продемонстрировала, что ее Crew Dragon действительно может летать. «От имени Рипли, маленькой Земли, от себя и всей команды я приветствую Crew Dragon». Безупречная тестовая миссия с манекеном на борту вселила надежду на то, что уже осенью на орбиту полетят реальные астронавты. Но затем пилотируемая капсула неожиданно взорвалась на испытательном стенде, что еще на год отодвинуло сроки полета. И вот новая и, похоже, окончательная дата старта — 27 мая 2020 года. «Наша главная задача — отправка американских астронавтов на американских ракетах с американской территории. Мы не делали этого с момента прекращения программы Space Shuttle в 2011-м и сегодня, как никогда, близкий к цели». Предстоящий исторический запуск, однако, уже сопровождается историческими скандалами. За неделю до старта в отставку неожиданно подал глава пилотируемых программ НАСА Даг Лаверо, не проработавший на этом посту и года. По его собственным словам, из-за некой личной ошибки, которая не имеет отношения к полету Crew Dragon. В НАСА также заявляют, что на предстоящей миссии отставка Лаверо не скажется. Тем временем сегодня в космический центр Кеннеди прибывает будущий экипаж — астронавты Боб Бенкен и Даг Херли. Участие Херли в этом полете весьма символично. В 2011-м году он был на борту корабля «Атлантис», который завершил программу Space Shuttle. «Отправиться на орбиту в качестве первого пилота на новом корабле — это возможность, которая выпадает раз в жизни. Естественно, я очень благодарен за нее». В условиях пандемии подготовка к полету проходит при усиленных мерах безопасности. Что не может не разочаровать любителей понаблюдать за стартом с флоридских пляжей. С целью избежать скопления людей НАСА настоятельно рекомендует не ехать на мыс Канаверал, обещая красочную трансляцию на своем телеканале. Которую, кстати, могут увидеть и наши зрители в прямом эфире на сайте «Голоса Америки». Она начнется 27 мая в 16.00 по времени Вашингтона. Если, конечно, в планах НАСА снова ничего не поменяется. Олесь Кругляков, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Америка. Ну что, будем, так сказать, надеяться на все. 27.00 мая в 16.00 по времени Вашингтона, соответственно, 11.00 вечера по Москве. Не пропустите. Будем надеяться еще и с комментариями Олесь Круглякова. Продолжение следует.